Привет! С вами Вероника из Америки. Хотела с вами поделиться о своих находках весенних. Сильно хотелось найти какой-нибудь новый парфюм на эту весну, на 2015 года. Что-нибудь новенькое, необычное. И вот, наконец-то, я добралась до Yves Saint Laurent Black Opium. Причём у нас в Америке пока свободных подажей его нет в магазинах. Пришлось заказать на Амазоне. Обошёлся он мне в 128 долларов. Вот этот вот трёхунцевый флакончик. Ну, что я могу сказать? Я ожидала чего-то большего. Я брызнула пару пшиков и пошла прогуляться. Встретилась со своим очень хорошим знакомым, у которого очень-очень хороший нюх. Он сказал, что-то ты пахнешь как кэнди-шоу. В общем, действительно, запах очень-очень такой, очень-очень сладкий. Или это просто на мне вот так. Я говорю, вот понюхаем. Да, сладкий. Прошёл час, мы посидели. Ну, сейчас немножечко поутихло. Поначалу он был прямо слишком сладкий. Ну, не то. Муск такой химический, такой тёплый мускус. Дешёвая какая-то карамель. Леденец такой вот грушовый. Ваниль. Ну, через час на коже более-менее немножко получше. Ну, так вообще, конечно, не сравнить с легендарным опиумом. Я вообще не знаю, что может быть общего с опиумом. Хотя, не знаю. Ну, работали, конечно же, известные парфюмеры. В общем, идея была что-то купить новенькое. Что-то на весну такое необычное. Именно вот на эту весну что-то новенькое. Пробовала много всего. И том форм, чёрная орхидея. И дело за тест. И на ночь. И на несколько часов днём. В общем, нет. Слишком такой твёрдый он какой-то рисковатый. Мне не нравится. Ла Пантера. Кортьер. Необычный. Дорогой. Шейфовый. Шипровый. Такой он играющий. И цветы есть. И нотка. Гордения, по-моему, здесь в основе. Но, опять-таки, не моё. Дорогой он. Изысканный. Но мне хотелось чего-то более такого цепляющего. Сексуального. Зажигающего. Вот в этом зажигании особого я не увидела. Дёрожки. Флауэринг букет. Очень приятный. Очень такой лёгкий. Сказочный. Какой-то он. Не знаю. Я слышу. Летнее утро. Пионы. У вас открытое окно. Пионы. Вы вдыхаете. Ну, флауэринг букет. Цветущий букет. Замечательный. Но. Нету в нём чего-то такого щемящего. Вечернего. Сексуального. Обворожительного. Искрящегося. Нету в нём. И держится он не очень хорошо. Недолго. Поэтому всё-таки я решила. Вот. Гуччи. Премьера. Первый раз я когда зашла в магазин и брызнула его на бумажки. Я просто была потрясена. На бумаге. На тестере. Думаю. Боже мой. Какая прелесть. Дай-ка я попробую на коже. Брызнула на коже. Тут у меня был Шанель. Вот этот новый Нуар. Чёрная банка. Не особо мне он понравился. И этот. Я просто. Я развернулась. Тут же пошла. Я его тут же купила. Вот мне это. Когда я его услышала. Я просто была. То что. Показалось мне то что надо. В общем где-то. Последние три недели я туда-сюда захожу. Пробую. Возвращаюсь. В общем. Никак не могла найти свой запах. Думаю. Действительно он такой хороший. Или просто я уже. Уже просто ошибаюсь. И решила значит брызнуть вот эти четыре запаха. Себе сюда, 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 сюда. Вот эти четыре. Вот Лависта Белла. Кстати его сравнивают с. Почему-то Блак Опиум сравнивают с этим. Вот это у меня уже половинка здесь осталась. Ланкомовские. Я бы не сказала что они похожи вообще. Но этот конечно изысканный запах. Короче говоря. Из этих четырёх я решила. Думаю спрошу-ка я мнение мужчины. Брызнула. Пошли мы значит. А вот. Я говорю ну что. Больше всего ему понравился. Гучи. Больше всего. Он говорит вот это то что надо. Прошёл час. Я говорю что. Он говорит вот это то что нужно. Вот это. Класс. Он говорит брызни. Пусть. Он говорит у женщины протестирует так. На своих мужчинах. Потому что если это ваш запах. Вы уже его и не слышите. Нужно спросить знакомых. Друзей. Ну в смысле близких кого-то ваших. И. Я наверное всё-таки да. Доверюсь ему. Потому что мне он очень понравился. А я потом уже начала даже сомневаться в себе. Думаю. Начала читать ревью. И там женщина пишет. Я говорит с мужем тоже ходила. Несколько часов. Мучилась. Пробовала. Пробовала разные духи. И когда услышали этот. Он говорит. Вот. Вот это то что нам. Белые цветы. Цитрус. Такая древесная база. Такой золотой. Богатый слиток. Если вы наберёте самые по-английски. Самые сексуальные духи. Или самые соблазнительные духи. Садактив. То именно выходит. Вот Гуччи. Выходит один из первых. Хотя он уже и не новенький. Ну ладно. Я с этим как-нибудь смирюсь. И кстати. У них тоже есть. Опять-таки есть и лосьон. Ну вот. Вот такое вот у меня было коротенькое видео. Надеюсь. Если кто-то ищет духи на эту весну. И кто-то хочет что-то интересненькое. Необычное. Может быть вам поможет это видео. Чтобы вы. Хотя конечно каждому нужно искать своё. Я как-то взяла свою дочку с её подружкой. Мы заехали у нас на мол. Называется он Crystal Mall. И я. Это было ещё в марте. И я тогда брызнула Prada Candy. Ей и её подружке. Вышли. Прошло минут 30. Совершенно разные запахи на двух девчонках. Совершенно вот разные. Интересно как у нас наша кожа. Кемистри у нас. Как работает. И как запах раскрывает. Ну вот такое было у меня видео коротенькое сегодня. Надеюсь. И всё в порядке. С весной. С радостью. Всего вам хорошего. Счастья. Здоровья. И подписывайтесь на канал. Всего хорошего. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok